И на эту сцену я хочу пригласить федерального директора Елену Орлову. Здравствуйте! Ой, Лена, столько всего про меня наговорила. Вообще, да, было дело и автобусами выезжали мы сюда на итоги года. И сейчас он у меня здесь в зале, знаю, больше ста человек сидит. Поддержите меня аплодисментами, пожалуйста. Столько всего наговорила. Вы знаете, мне вот даже самой сейчас не верится, что я когда-то тоже была новичком. Вот, и совсем не важно, сколько мы в бизнесе, всегда хочется знать, как мне прожить свой ближайший год и чтобы он для меня стал прорывным. Поэтому сегодня у меня будет такая очень классная тема, как сделать свой 24-й год прорывным. Интересно? Отлично! Да, я уже еще раз скажу, что со многими уже очень знакома, с кем-то больше, с кем-то меньше. Но вы знаете, мне сегодня хотелось бы поговорить вот не со всеми, не вот с массой, а вот с каждым, с тобой. Вот могу я с вами сейчас говорить на «ты»? Можно, да? Спасибо большое. Мне кажется, вот когда на «ты», то расстояние как-то короче и короче становится, и уже проще общаться. Поэтому поехали. Спасибо вам за все. В общем, 7,5 лет назад я впервые узнала о UDS, и я сразу стала клиентом сервиса UDS. В то время у меня были магазины подарков. И я сразу купила себе сервис, и тут же увидела возможности партнерской программы, и стала партнером, и стала зарабатывать на UDS деньги. Поэтому мой такой интересный путь, он история клиент-партнера. И знаете, точно так же мой куратор Антон Булда, мы сидели с ним в кафе, он сидел передо мной и говорил, «Лена, я тебе расскажу, как нужно этот бизнес строить и что тебе будет помогать в этом». Поэтому я сегодня хочу с вами поделиться, и, возможно, для вас моя тема, она откликнется. Возможно, сегодня вы увидите, как вы прирастете в этом 2024 году. Для меня было совсем непонятно, почему, чтобы зарабатывать, вернее, в этом бизнесе, нужно еще ездить на какие-то события, мероприятия. И Антон меня неделю, наверное, уговаривал ехать на ближайшие события. Поднимите руку, пожалуйста, здесь есть такие люди, которых уговаривали приехать на итоги года. Я вижу, почти ползала. Наверное, вы не хотели ехать, а вам ваша семья, друзья, может быть, какие-то знакомые доносили ценность этого события. Вот я сегодня в перерыве подошла тут к одному из столиков и говорит, «Да, блин, если бы я знал, что так будет, я бы знал, кого мне сюда еще пригласить, не только бы сам не приехал». И вот Наташа тоже очень хорошо сказала, что мы, члены департамента, создаем все события и знаем наперед, что уже будет. Вот, поэтому, чтобы быть успешным в нашем бизнесе, и рост нашего бизнеса, он весь-весь идет через всю событийную линейку. Вот, поэтому, это, знаете, сегодня я буду вашим таким проводником. Это, кто был в отелях вот таких красивых и больших, в Турции, где-нибудь еще в других странах? Были? Были, да. Вот, знаете, приезжаешь в огромный отель, и несколько дней может уйти на изучение всей инфраструктуры. Ты думаешь, где бассейн, где тренажерный зал, в какой ресторан можно ходить в пляжных тапочках, а где нужен дресс-код. То есть ты можешь несколько дней потратить на это, на все. Но в итоге, помните, да, можно прийти на следующий день на встречу с гидом, и гид вам все расскажет. Куда пойти, куда поехать, где купить подешевле шубку в Турции, да, или еще что-нибудь, или в какой ресторан как нужно одеться. И ты уже в полном доверии не тратишь на это время. Поэтому и сегодня я вот именно ваш гид, гид в наш бизнес. Вот, поэтому мне хочется, вот, знаете, мне хочется еще раз сказать о том, как вы проживете этот год. Как ваш, каким будет ваш год, он станет для вас каким-то особенным, прорывным, или, может, он станет таким же очередным. И, знаете, совсем не важно, сколько лет ты в бизнесе, ты пришел вчера, зарегистрировался как партнер, или ты год в этом бизнесе, или ты уже пять лет ездишь на каждые события, вообще не важно. Вот сегодня наш с вами год и твой год, он начнется с этого мероприятия. Договорились? Я думаю, у каждого уже есть свои какие-то такие осознания, верно? Я каждый свой год, вот в ЮДС помню, каждый год, восьмые мои итоги года. И именно мой год начался с первой лидерской поездки на Сицилию. Вот для меня первая поездка была тоже таким, наверное, отправной точкой. И несмотря на то, что я первый месяц в бизнесе заработала хорошие деньги, но я говорю, что даже не деньги меня включили в бизнес, а именно поездка, на которую я попала. Я познакомилась там с администрацией компании, я познакомилась с Вячеславом Ушениным в самолете, еще не долетев на Сицилию. И вот те люди, о которых мне рассказывал мой куратор, я тоже их увидела вживую, и мне захотелось дальше с ними работать, развиваться, ездить дальше на все события. Поэтому мой год начался с Сицилии. И мне хочется, чтобы этот год был для вас тоже прорывным и самым ярким, самым успешным. И он начинается именно с итогов года. Твой год начинается сейчас. И вот скажите, пожалуйста, честно, партнеры, кто давно в бизнесе, довольны ли вы своим прошлым годом? Можете сфотографировать вот этот слайд для себя. И ответить чуть позже. Смогли бы вы достичь еще больших результатов? Ну вот сделать несколько звонков. Пригласить еще несколько человек с собой на события. И как бы вы хотели прожить свой лучший год? Вот эти вот три вопроса, которые хочется, чтобы вы в тишине спокойно задали их сами себе и ответили на них. Только честно ответьте, пожалуйста. И сегодня я покажу вам линейку мероприятий. Можете тоже сфотографировать вот этот вот слайд. И после нашего мероприятия, после моего выступления, мне хочется, чтобы вы уже вышли с четким пониманием, что нужно делать дальше. Я понимаю, что у вас очень много сейчас вопросов, но вы не спешите. Здесь есть ваши партнеры по бизнесу, здесь ваши есть друзья, которые пригласили вас на это событие. Они точно знают, что мы будем делать с вами дальше. Что ты будешь делать дальше? Уже сегодня несколько раз говорили про VIP-партнеров, кто эти люди. И завтра мы с тобой, если ты VIP-партнер, будем после этого грандиозного, красивого события еще обучаться. Обучение для VIP-партнеров. Обучение для VIP-партнеров будет в красивейшем месте. Мы сейчас вот с ребятами, с топ-лидерами живем в Рэдисоне. И я уже ходила, подглядывала в этот зал, где у нас будет проходить событие. И, ну, тоже, все же знают маркетинг-план или еще кто-то не знает. Поднимите, кто не знает наших вознаграждений или маркетинг-план. Вот, здесь мало людей, кто не знает, отлично. Я просто знаю, что здесь почти уже все партнеры, не так много гостей. Но бизнес, он, понятно, он начинается с VIP-пакета. Вы очень много, или ты можешь очень много пропустить, если ты приехал сюда, купил билеты, потратил на это время. И уж грех не воспользоваться тем, чтобы пойти на обучение завтра. И завтра, завтра в Рэдисоне для тебя, именно для тебя будут выступать те топ-лидеры, которых вы сегодня видели на сцене и вчера. И опытом, вот, прорывной году Валеры Ольшанской, Валера, где ты? И вот будет новоиспеченный премьер компании давать мастер-класс. Я точно думаю, они что-то там во Вьетнаме такое еле пили или что-то другое делали. Мне вот очень интересно, что будет на обучении от Валерия Ольшанского. Вот, поэтому завтра мы с тобой идем в Рэдисон. Запоминай, если кто-то еще здесь не VIP, у тебя еще есть целая ночь впереди, чтобы стать VIP-партнером. И мы отправимся... А, возможно, завтрашняя поездка еще станет, знаете, такой вот точкой для того, чтобы после наших итогов года, после обучения, поехать в лидерскую поездку. Слышали, что у нас лидерские поездки есть? Два раза в год. Всегда у нас зимой поездка лидерская, в феврале после итогов. Ну, летом чуть попозже я расскажу. И мы поедем в Дубай, мы полетим в Дубай. И вы знаете, вот в Дубай можно полететь, наверное, одному. Но важно полететь вместе с командой, с теми партнерами, успешными партнерами, о которых, опять же, вы уже сегодня неоднократно слышали. И вот эта вот фотография, это с прошлого нашего лидерского выезда в Дубай, мы проводили обучение вот в этом прекраснейшем отеле. Вы знаете, когда мы подъезжали туда, не знаю, вот ребята, кто был, мы там брали микроавтобусы или нас привозили. Мы подъезжаем к отелю, и везде указатели Global Intellect Service. Это вообще, у меня прям, знаете, до мурашек по коже. Вот здесь, в этом отеле Вячеслав Ушенин проводил обучение. Поднимите руки, кто там был. Вот, видите, смотрите. Все, кто за столиками сидят, они знают, что такое Дубай. Сейчас у нашей лидерской поездки тоже будет обучение от Вячеслава Ушенина. И Валера вот вчера, когда выступал, Ольшанский, помните, он тоже говорил, я хотел попасть на обучение Вячеслава, чтобы ему руку пожать там, задать какие-то вопросы, пообщаться в неформальной обстановке. Поэтому завтрашнее обучение именно для ВИПов, для кого-то может такой точкой быть, чтобы попасть в лидерскую поездку, полететь с нами в Дубай. Всего-то нужно всего лишь или подтвердить статус директора, ну или открыть впервые статус директора. Вот, Валера Есов, я сегодня тебя еще раз поздравляю, вчера только он явился, да, поэтому он с нами тоже едет. Я смотрю в чат Дубай, его утром добавили, и так классно мы с тобой поедем вместе. Вот, потом, после всех событий, после всех мероприятий, после Дубая мы, конечно, с вами вернемся отдохнувши, и нужно будет запланировать форумы в регионах. Мероприятия. Мероприятия, вся событийная линейка, я думаю, уже у топ-лидеров, у ребят, которые сидят за столиками, они уже знают, какие события будут делать, и куда пригласить там Станислава, Сергея Костюшова или Айрата Измайлова. У них уже все на год вперед расписано. Я вот по себе тоже знаю, Айрата Измайлова у нас будет в конце марта. Ну и все лидеры знают, когда приезжает администрация, когда какие-то форумы. Первое мое мероприятие, когда мы сделали в Краснодаре, точно так же после лидерской поездки мы приехали с моими партнерами первыми, с куратором, мы собрали огромное количество предпринимателей. И знаете, вот с того момента тоже у меня начался свой бизнес. Вот там как раз появились и первые клиенты в городе, и первые партнеры появились, большое количество партнеров появилось. Поэтому наша линейка мероприятий, она именно включает в себя форумы. То, о чем сегодня Юля говорила и Наташа говорила. Вот, друзья, как вы считаете, если вы будете создавать форумы, бизнес-завтраки, мероприятия в регионах, станет ли ваш год успешнее? Станет ли он для вас более ярким? Появятся ли у вас новые клиенты, партнеры? Я точно вам говорю, на своем опыте проверено, на своем опыте проверено, это точно. Далее, записывайте. Сегодня Наташа тоже рассказывала, UDS Day. Это онлайн-формат. Наташа подробно рассказывала, сколько человек посетило его. И вот по моему опыту, вот последний онлайн UDS Day был в моей команде, я считала специально, 56 новых партнеров появилось за неделю. За неделю. Классный результат. 56. Потому что на онлайн-события приглашать людей проще. Люди соглашаются. И для кого-то пятичасовой онлайн-эфир, знаете, он может быть как первой встречей, и так уже такой встречей, когда человек принимает решение. Вчера сидели тоже в лобби-бар со своей большой командой из Уфы. И вот несколько человек, поднимите, пожалуйста, руку, и все остальные поднимите. Кто просмотрел пятичасовые эфиры UDS Day и после этого стал партнером. Смелее, пожалуйста, поднимайте руки, чтобы я вас видела. Представляете, пять часов посмотреть эфир, пять часов и принять решение. Я знаю, есть люди, которые по несколько раз пересматривали. Мне кажется, это лучшая презентация нашего бизнеса. Да, конечно, здесь также всегда выступают и представители компании, администрации. Мы говорим и о продукте. И мы показываем возможность зарабатывать на этом крутом продукте. Мы делимся кейсами, партнерскими кейсами. И люди тоже осмысливают все и принимают решение с нами вместе двигаться дальше и зарабатывать деньги на UDS. Вообще UDS Day – это особый формат. И Наташа сегодня тоже сказала, с нами работает продюсер, готовит наших спикеров. Там мы сто тысяч пятьсот раз, бывает, перекраиваем свои презентации, учимся. Это именно мы проводим его в московском офисе. Скажите, а кто был в московском офисе? Шикарнейшем. Здорово. Еще не все, но многие были. Классное место. Прям студия, да? И я помню, приехала первый раз выступать. Вы знаете, пол офиса в какой-то аппаратуре, проводах, очень много света, звука. То есть камера снимает спикеров с разных сторон. И смотреть вот пять часов, как на одном дыхании проходит. Вот поэтому, когда мы провели с вами много встреч, когда у нас прошли бизнес-завтраки и форумы, то на онлайн приглашать людей, вот именно на форумах надо делать и говорить, а у нас вот через недельку там или через две будет UDS Day. Приходи, вот тебе ссылка. Вот поэтому такие вот события в онлайн-эфире планируйте их заблаговременно. Благовременно. Следующее событие. Школа ключевых менеджеров. Что это такое? Это когда вы сами стали куратором. Это когда у вас появляется как минимум два новых партнера в команде. И вам уже нужно знать, как с ними работать, как их обучать. То есть ключевой менеджер это такая, но самая первая отправная, отрывная, да, или открывная. Как правильно, Тарас? Я вижу, ты мне хочешь помочь. Да, отправная точка. И обычно эти школы для КМов мы делали по два дня. В этом году мы решили сделать три дня. А знаете почему? Потому что мы же опять про отдыхать. Я знаю, что Олеся уже забронировала Ареал. Ареал это Подмосковье. Это красивейшее место. Шикарные залы. И как раз в мае месяце, 17-18, мы с вами будем работать в формате тренинга, команда образования. То есть мы там потремся спинками друг с другом. И потом денечек мы оставили для того, чтобы, может быть, там зоны барбекю, я знаю, есть. Мы на природе шашлык пожарим, там анекдоты порассказываем. Пригласим Сергея Костюжова с гитарой, он сыграет. И вообще, я знаю, у нас очень много талантов, где мы просто один день развеемся. И потом разъедемся к себе в регионы. Договорились? С кем мы встречаемся? На школе КМ в мае. Отлично. Дальше. Ой, а что же будет дальше? Ну, между школой КМ, естественно, там у нас форумы, опять же, в регионах. Но все вы слышали, знаете, что два самых крупных и красивых мероприятия, которые делает компания, это вот итоги в феврале и день рождения компании. В этом году нам будет 10 лет. 10. Только 10. Или уже 10. Вот как хотите, говорите. Вот поэтому я помню, как мы отмечали день рождения в прошлом году. Кто узнал себя на этих фотографиях? Как вам был день рождения? Вот в Москве. Помните, кто для нас пел? А вы все подпевали буррито. Прекрасно. Вот. Поэтому в этом году компания обещает что-то очень-очень грандиозное. Я, наверное, сейчас попрошу, чтобы нам поставили ролик просто про день рождения. Хотите посмотреть? Включайте свои телефоны. А то будете сразу в чатах у нас спрашивать. Смотрим. Смотрите. Я вместе с вами. Смотрите. 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 Друзья, я рад вас приветствовать. Спасибо, что вы сегодня здесь, что вы с нами. Попрождение Глобовой Директеери! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ооо, ну все, 10 лет! Вообще, я прям пританцовывать стала. И это еще не все, друзья. Это еще не все, что будет в десятилетиях, в день рождения. Я вам сейчас немножечко тайны свои приоткрою, наши, в компании. У нас еще будет вечеринка для директоров. У нас будет обучение для вип-партнеров, конечно же. И то, что сейчас придумала дорогая компания, вы прям кайфонюте. Прямо сейчас вам еще один ролик поставьте. Вечеринка для директоров. Но я хочу сказать, что здесь будет ограниченное количество людей. Потому что такой формат мероприятия больше, чем на 60 человек провести нельзя. Это значит, для директоров, именно для директоров. Но тот, кто раньше закроет, тот и попадет на нее. Ну, если не закроет, значит, в следующий раз. Включите, пожалуйста, ролик. Какая у нас будет тусовка. И мы начинаем. Внимание! Черный ящик! Черный, черный ящик! Господин Друзь! Господин Друзь! Что же в черном ящике? И мы начинаем. Что? Что? Где? Когда? Да, 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 да. Внимание! Что, где, когда. Интеллектуальная игра. Вечер такой у нас будет. Все будут красивые, модные, нарядные, с макияжем, в каких-то костюмах. Будут ходить нам носить шампанское. В общем, такая классная будет у нас вечеринка для директоров. Поэтому я не знаю, конечно, 60. Я понимаю, что это мало. Может быть, мы сделаем с вами x2, 60, 60. Тахира, можно сразу это? Для двух групп. Это я тут своевольничаю на сцене, конечно. Но, тем не менее, если 120 директоров будет, то тогда две группы. Если нет, то только одна. Вот. Ну и, конечно же, мы не изменяем традициям. Потому что всегда, после дня рождения, у нас что бывает? Подсказывайте. Первые ряды. Лидерская поездка. Правильно. Кто себя узнает на этих фотографиях? Буквально несколько-несколько там фотографий покажу. Чехия. День рождения мы отмечали там. Это была Грузия. Классно. Помните, кто нам пел в Грузии? Эко-отель, там вертолетные площадки. Вот это вот шикарнейшее место. Помните, даже во времена уже пандемии мы были в Калининграде? Калининград шикарный. И я еще помню вот эту вот поездку, когда девочек Вячеславу Шенин награждал такой вот лидерской поездкой. Это были Ницца, Каны, Монте-Карло. Наташа, смотри, мы с тобой на частном самолете. Я нашла фотку. Да. Это был полет на частном самолете. И в этом году у нас был Питер. Вот сегодня кто-то спрашивал, вы выжили после питерской поездки? Выжили. Все вот машут, что выжили. То есть любая лидерская поездка, а это тоже отдых. Но там же мы проходим какое-то и обучение. Например, денечек мы обучаемся, 3-4 дня отдыхаем. Может быть, там веревочный парк у нас был. Тогда в Питере мы классно отдыхали. Носились там по крышам. В общем, в любом случае совмещать отдых и все наши обучения, это очень здорово. Согласитесь? Поэтому идем дальше по кругу. Осенью, как всегда, мы соберемся с вами, с нашими гостями. Кто был в Красной Поляне? Супер. Осенью тоже будет поездка. Опять школа для ключевых менеджеров. Я не буду по второму кругу рассказывать. И это как раз нас приведет куда? Уже в 25-й год в Крокус. Это моя самая первая фотография, когда я получала итоги 2016 года. Получала свою первую статуэтку. И я каждый год стою на этой сцене. И все лишь потому, что я знаю правила нашего бизнеса. Я знаю правила наших, наших игры. И я знаю все наши точки до заправки. А именно точки до заправки и являются наши все события и мероприятия. И поверьте, делать бизнес легко, просто, приглашая людей на события и работать из любой точки мира, хоть из Вьетнама, хоть откуда вы хотите. Там, где есть интернет, это всегда легко и просто. Еще раз календарь наших событий. Пожалуйста, зафиксируйте себе. И не тратьте, пожалуйста, свое время. Я каждый год планирую свой и отдых, и обучение, и работу с командой вместе с UDS. Я всегда, и поэтому мой год каждый лучший, и каждый год мой прорывной. Поэтому, друзья, увидимся на ближайшем событии с вами. Спасибо. Спасибо.